Доброй, доброй ранец и Беларусь, как говорится, проснись и пой. И наш сегодняшний гость будет вас на это вдохновлять. Это, я бы сказала, его жизненный девиз. Ровно неделю назад состоялся суперфинал шоу «Фактор Бай 60+.» А сегодня мы рады приветствовать в студии программы «Доброй ранец и Беларусь» суперфиналиста проекта Марка Штерневского. Доброе утро! Доброе утро, добрые ранец. Добрые ранец. Марк Владимирович, такой первый вопрос. Вы, конечно, на мой взгляд, один из самых ярких участников этого сезона, честное слово. Запоминаетесь, попадаете в самое сердце. Какие лично у вас были цели при участии в этом проекте? Начнем с того, что у меня вообще не было цели участвовать в этом шоу. Вас заставили? Обманным путем мой друг Дима Волков, привет тебя. Он меня пригласил в это шоу, сказал, если ты не придешь, то я не буду участвовать и обижусь на тебя. Я не хотел его обижать, поэтому пришел. При этом он сказал, что просто приди меня поддержи. Да, приди поддержи, если не придешь, я не буду участвовать. Жена меня толкала, я тоже не хотел, но в итоге вот перед Димой я как бы спасал и пришел. Вот таких вот обманутых было нас целых пять человек. Но попали в проект только вы? Попал не совсем только я, попал еще один человек, но он не смог принимать участие по личным соображениям. Я вас поняла. Но знаете, как говорят, аппетит приходит во время еды. И я так понимаю, что и вы тоже зажглись в моменте, когда уже попали на проект «Фактор Бай 60 плюс». Верно. Так оно и было. Я с первых дней, буквально с первых минут, как только очутился в этом проекте, мне все понравилось. Мне понравилось окружение. Мне понравился очень мой наставник. Замечательный вокалист с феноменальным голосом Евгений Курчич. Ему отдельная благодарность. Вокруг нас суетились и заботились о нас, как о детках маленьких. Было очень приятно, неожиданно вот такое теплое отношение ко всем нам. То есть вы чувствовали постоянно поддержку, да? И поэтому было легко работать на результат? И легко было работать. И очень интересно. И вокруг меня были настоящие вокалисты, с которыми я соперничал. Но это нельзя назвать соперничеством. Мы друг друга поддерживали. Было все очень интересно, здорово. Да, это правда. Очень дружественная атмосфера на проекте «Фактор Бай». Я как корреспондент за кулись, я могу точно это подтвердить. Хочется поговорить про ваш вообще творческий путь, потому что очень много интересных фактов. Во-первых, вы артист, с большой буквы этого слова. Мы могли, знаете, убедиться в этом лично. А у вас достаточно серьезная музыкальная карьера за плечами. Я бы даже сказала не за плечами, она прямо вот в моменте осуществляется, она актуальна. Да, 40 лет вы работали в Государственном Академическом Симфоническом Оркестре. Еще 7 лет работали в капелле «Музыкальный Сонорус». И, в общем, есть какой-то и ресторанный, по-моему, опыт вы нам рассказывали в интервью. При этом вы играете на фаготе, да? Столько всего в этом человеке. Почему? Расскажите вообще, как вы выбрали фагот? Это вот самая интересная история, я уверен. Музыка во мне была с самого детства, с самого рождения. Я этого, естественно, не помню, но мне мои старшие сестры, родители все время рассказывали, что когда мне был годик, я уже умел сидеть, кормить меня была проблема. И как-то они случайно увидели, услышали, что мне очень нравится одна пластинка. Тогда патефончик был у нас дома. Вот. И пластинка – это дойна музыка, такая молдавская мелодия. Я от нее просто балдел, что называется. И когда я слушал ее, я все время открывал рот, и в этот момент в меня можно было успешно заталкивать любую еду. Как только пластинка заканчивалась, я начинал плакать, и опять ее сначала включали. И вот так вот было нон-стопом, пока я не доем все. Эта пластиночка у меня даже дома до сих пор есть. Она уже такая заезженная. Это реликвия. Да, это реликвия. Слушайте, как здорово. С детства. Ну, из-за одного такой совет дали мамам всем, да, если вдруг ваш ребенок не хочет есть, вот так вот включаете музыку по совету Марка Владимировича и без проблем кормите своего малыша. А что касается профессионализма моего, после восьмого класса, вернее, учась в восьмом классе, я понимал, что я гуманитарий, и мне надо куда-то двигаться. И вдруг музыка опять как бы пошла ко мне. Напомнила о себе. Да, 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 да. Потому что где-то с пяти лет я уже на пианино подбирал песенки, пел что-то. Но, проучаясь два года в музыкальной школе на фортепиано, родители переехали в другую квартиру, и музыкальная школа стала далеко от меня, я сказал, больше не буду ходить. Но в восьмом классе у меня появилась опять тяга к музыке, и я начал опять играть на фортепиано, но понимал, что как пианист я ноль, потому что нужно было отучиться семь лет в музыкальной школе и хорошо играть, чтобы дальше учить. Поэтому фагот. Я пришел в музыкальное училище на любой инструмент. В то время дефицитом был фагот. Так. И меня отправили к преподавателю, к Игорю Борисовичу Месливчику, который в то время был и директором нашего Минского музыкального училища. Он проверил мои музыкальные способности, посмотрел, пальчики достают, там растяжка должна быть. У меня пальчики достали с трудом, но достали. Он говорит, ну ладно, сдавай экзамены, получится, поступишь. Вот так поступил и пошла моя карьера. Так вот уже в завершении беседы практически. Марк Владимирович, было много образов у вас на проекте «Фактор Бай 60 плюс». Какой из них запомнился вот особенно, может быть, был близок к сердцу и раскрыл вас творчески? Потому что одно дело играть на музыкальном инструменте, другое дело выйти на сцену и показать себя как артиста, не просто как вокалиста, а артиста. Спасибо за вопрос. У меня в каждой песне было свое отношение. И в каждую песню я влюблялся. Прежде чем ее петь, я делал для себя образ, я делал для себя какую-то режиссуру этого образа. Иногда даже перед зеркалом репетировал, что я буду делать. Мне это нравилось, не нравилось, от чего-то я избавлялся. Но именно таким путем я шел. И не все песни, будем говорить, я хотел петь. Некоторые мне, продюсер, как бы обязал меня петь. Ты как творческий направлял и подсказывал. Но я ему очень благодарен за эти песни, которые я не хотел петь. Мне кажется, у вас абсолютно все получилось в этом проекте. Вы довольны в целом результатом и тем, что вы поучаствовали? Я не просто доволен, а я счастлив, что я поучаствовал в этом проекте. Счастлив, что познакомился с отличными ребятами, девочками, которые участвовали в этом проекте. Огромная благодарность всем. И ведущим, и помощникам, которые там все делали. Буквально каждому человеку не хочу никого называть, чтобы кого-то не обидеть, если вдруг не назову. Марк Владимирович, самый главный привет жене. Она же за вас болела всю программу. Ниночка, привет тебе, если ты меня видишь. Я знаю, что ты меня видишь. Вот ты меня выталкивала и, наконец, протолкнула. Я здесь. И мне кажется, что в вашем случае шоу продолжается. Марк Владимирович, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам сегодня в студию. Мы надеемся, что теперь мы будем видеться чаще. Спасибо большое. Я на это тоже надеюсь. И напомню, что сегодня мы общались с суперфиналистом. Шоу «Фактор Бай 60 плюс» с Марком Штерневским. А прямо сейчас смотрим его потрясающее зажигательное выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ